Человек-Зет с Сергеем Михеевым Я очень рада побывать в студии, поговорить с вами, Сергей, увидеться, общаться с вами, Екатерина, и, конечно же, с огромной гвардей наших слушателей. Вы сегодня не одна. Также у нас в студии продюсер, сценарист, художник и дизайнер Вадим Цыганов. Вадим Ариисович, добрый день. Спасибо большое. Я присоединяюсь к Вике. Очень мудрые и тёплые слова. И желаю всем Божьей милости. И вперёд! — Так о многом хочется вас расспросить, но программа «Человек-Зет» — это та уникальная ситуация, когда на информационном радио звучит музыка. Давайте послушаем песню. — Отлично. Я за. — С Богом. Давайте. — Чебурашка. Для обреи наша родина Рашка, Калашников, водка, гармонь, чебурашка. — А мы ведь реально по духу другие. Здесь не Геропа, а мама Россия. Здесь время скользит то вперёд, то назад. Здесь плавятся души в священный плать. И всякую нечесть, часы роковые Встречают кувалдой. Мама Россия! Мама Россия! Слёз внутри! Подой ключевой Меня напои! А дна ты моя, Печаль от рода! Мама Россия! Всё будет Как надо! Ну что, рептилоиды, Вдруг загрустили? Хотите попробовать Ядерной пыли? Так заходите, Грибы чумовые! Достанет из погреба Мама Россия! Мама Россия! Мама Россия! Слёз внутри! Подой ключевой Меня напои! А дна ты моя, Печаль от рода! Мама Россия! Всё будет Как надо! Не лезьте сюда! Не лезьте сюда! Отныне впредь! Предел Богородицы! Русский медведь! Здесь старожит! И врата неземные Вас вам откроет! Мама! 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 Провокационная песня! Ну, на мой взгляд, она не провокационная, она просто ударная, я бы так сказал. Песня очень хорошая и такого, мне кажется, и, во-первых, духоподъемная, во-вторых, ударно сделана с точки зрения музыки. Виктория Ивановна, всё-таки я вот начну с вопроса такого традиционного для нашей программы. Ясно, что для вас, может быть, это и банально, но для слушателей это важно, да? А как сформировалось ваше отношение к происходящим событиям? Я понимаю, что эта история, скорее всего, длинная, да? Но, тем не менее, это просто важно для тех, кто нас слушает. Ну, тяжело всё было, конечно. И очень сложно это воспринимать, но просто... Меня, наверное, такое родители сделали, что мне это... в моих генах это всё понятно. Почему происходит это с Россией? Почему происходит это со всеми нами? И как нас не любят, и как не хотят, чтобы мы все здесь жили на этой планете. Поэтому, если вспоминать своё детство и даже уйти туда... Я всегда пела народные песни, русские. Отец пел, у меня дед Жуков воевал, прошёл две войны. И папа у меня служил на Секианском флоте. Это всё не придумано, это просто откликается. Ты должен делать. Это как отклик души, это как отклик сердца. Это как некая программа, которая включилась. Я так, может быть, очень философски и далеко нырнула. Конечно, когда началась спецоперация, было очень страшно. Несмотря на то, что я с 2014 года, я постоянно... Мы с Вадимом были на передовой, ездили, поддерживали ребят, и возвращали Крым с песней «Крым». Всё это было не в новость для нас. Но именно как, допустим, как человека меня это, конечно, нахлобучило сильно. Первую неделю, даже первые три дня я ночью не могла спать. Я ощущала вот именно сердцем какое-то вот сгущение таких сил, что я просто вставала и молилась, я просто плакала и молилась. Я не могла прийти в себя. Вот именно как бы понять это... Когда первый мой концерт был в госпитале, я не знаю, я сказала, ребята, это сатанизм, против которого Россия бы выступила. Вот эта вот, возможно, синергия, которая происходит именно с публикой, когда я пою вот такие вот песни, это уже не зависит от моего решения. Я как транслятор работаю. Вот оно прошивает меня, как в Кремле сказать, допустим. У России друзей нет, кроме армии и флота. Потом я стою и думаю, боже, тебя 15 лет не показывали, ещё 25 лет не покажут. Но это вот что-то проходит через меня. Наверное, потому что Вадим ещё песни такие пишет, и это всё усугубляется. Поэтому я поддерживаю ребят, и всегда, как говорю, со своей армией, с народом, в печали и в радости. Всегда. Другого пути нет. Но как раз философски глубоко, мне кажется, это правильнее, чем по верхам, да? Совершенно верно. Да. Мне кажется, здесь у нас время сжато, и нужно работать с символами. Если сатанинский мир, уже откусанное яблоко ЛГБТшное, делает противовес кресту, то есть цифровая история, то мы должны поднимать знамя с ликом Христа. И вот это глубинное понимание, против чего мы воюем, оно даёт силы, где просто там ангелов сто. Не засоряйте мозги какими-то пустыми вещами. Оно должно включаться. Знамя с ликом Христа. Только тогда. И я позавчера, когда мы на передовой были, подошёл, я говорю, против Z, это Z не то. И ко мне приходит, говорит, я панамарь. Я вчера вот пришёл на слаживание, и так очёчки у него, говорит, нет, Господь с нами. Z это славянский символ, земля. Земля русская обозначена. И мне так в сердце это пробило. Я думаю, господи, да ты же с нами даже здесь, ты с нами это разговариваешь. Мы люди Z, русской земли, славянской, триединой, святой Руси. Всё. И наши переговорщики, это наши ангелы, не должны за нас какие-то люди другой национальности переговариваться. Или ещё, это наша земля. Мы должны здесь договариваться жить, работать. А почему, на ваш взгляд, этого многие не понимают, ну и здесь в том числе, да, но и в первую очередь там? Потому что вы сказали про триединую Русь. Да, конечно. Да, я абсолютно с этим согласен, но вот всё-таки, как бы, да, эти истории ведь разворачивались на наших с вами глазах, да? Вот почему, на ваш взгляд, вообще произошло так, как произошло? И где, по большому счёту, выход? Ну, кроме, ну, с военными действиями всё понятно, с экономикой всё понятно. Где может быть выход из этой ситуации? Кстати, песни этому помогают, несомненно. Я вам сейчас скажу. Вика очень права. Я посмотрел на неё, и у меня сердце разрывалось, да? Я сразу понял, что это капкан. Вот когда в начале, когда наши пошли со счетами, с этими, со всеми, и говорили, давайте 17-го начнём, вот сейчас русские войдут. А этот клоун шут, говорил, да нет, я ничего не понимаю. Я понял, что развели Владимира Владимировича, реально развели. Дали не ту информацию, пошли не в то время. Всё надо было начинать в 14-м году, когда все созрели. Здесь я сразу понял, я начал бить колокола, по своим говорил, надо поднимать добровольцев, надо всё это делать. Он бил колокола и уехал на войну. И тогда, поднимая знамя с ликом Христа, мы выйдем из этого капкана. Нам сделали эту мясорубку. Сделали мясорубку и назвали её под символом Тамги. Это расчистка территории. Это у Серафима Саровского вы застанете время, когда в России будет страшенная война реки крови. А я не понимал, читая Саровского, думаю, это Россия, три единые святая Русь. Саровский жил в те времена, и он не делил ни Украину, ни Белоруссию. Словно Троица-то неделима, Белоруссия, Украина тоже была песня 10 лет назад написана. Я же проехал всю передовую, сразу поехал, разговаривал, организовал все эти волонтёрские дела и только молился. И сейчас понимаю, сейчас, как никогда, Владимиру Владимировичу нужно быть с Господом Богом. Вот, всё. И нам надо стремиться туда. И тогда мы победим. Нет вот это добавление хаймерсов, ещё, ещё. Это же мясорубка. Мы идём чуть-чуть, мы не продавливаем. У нас нет конечной цели. Что мы будем строить? Триединную и Святую Русь. Это значит, не укради, не убей. Да, как мы будем жить? По домофорам Божьей Матери нужно жить. Как мы будем жить? Вот о чём разговор. А если мы будем строить какое-то государство, я не знаю, что сейчас идёт полноценная информация, что на этом месте будет строиться какой-то новый Иерусалим. Она идёт, с каждых щелей бьёт и очень показывается, что здесь. Что здесь про этот сатанизм, про этот храм, третья, третья мировая, третий храм, и сатана там будет сидеть, что это не еврейский храм, а уже откровенно говорят, это сатанинский храм всех религий. Всех религий, да. Но если говорить про символы, я знаю, что для вас 24 февраля это тоже не случайная дата в календаре. Конечно. Ну да. Тушаков? Да, да, да. Мы недавно вернулись с одного эфира, я не знаю, можно об этом говорить или нет. Можно. Да. Тут ни у кого были, не говори, пока не вы. Да, не говорю пока. Но настраивались мы долго. Я ещё о символах хотела. И вот мы месяц, наверное, просто с мужем ругались. То есть это было столько искушений ехать, не ехать, говорить, не говорить. Но мы всё-таки сдюжили, поехали и решили ответить так, как мы можем. И в этот же день, когда я пошла в храм перед эфиром, был день Фёдора Ушакова. И вот удивительная история. Да, 20 лет назад, когда я осталась на сцене, именно делала выбор свой уйти из шоу-бизнеса, я была на прославлении мощей нашего адмирала Фёдора Ушакова на Корфу. И вот, наклонившись к коне, плакала и молилась, думаю, ну зачем, ну не приживаюсь я в этой тусовке, во всём этом мне душно, мне плохо. Не срастается это у меня всё внутри. И вдруг я чувствую, вот прям на физическом уровне, что меня кто-то гладит по голове. И я думаю, вот я приложилась к коне, что там написано, может быть, что-то. И читаю на свитке, не отчаивайтесь, и грозные бури обернутся ко славе России. Я поняла, что это девиз именно маршала Ушакова, мне, так сказать, маршалу Жукову. Ну, по девичьей фамилии Жукова, поэтому мне. И, конечно, я осталась, и легче мне стало, вечером был концерт. Я от отца Рафаила слышал, когда был он Келениковым у батюшки Ильи, встречу, он мне рассказал встречу Владимира Владимировича, и почему 24 число именно мы были-то в Крыму. Это концерт, когда мы поехали вопреки и далее в Крыму. И именно на этой фразе оборвали выступление Владимира Владимировича в прямом эфире. Не отчаивайтесь, все грозные бури обернутся ко славе России. Хоп, и в эфире произошла какая-то сбойка. Запел Газманов, выскочил такой, ну как бы вот здесь. Вот это мы как раз говорим не про мистику, а про сакральные вещи. Она, эта история сопровождает Россию всегда. Всегда, но это надо слышать. И чистое сердце узрит, да, эту ситуацию. Бога узрит, да. Я считаю, что Ушаков и Александр Суворов, это два святых полководца. Сейчас, кстати, у Федора Кунюхова мы строим храм Суворову. И с Ушаковым мы прошли скульптуру, кругосветку, попали в два идеальных шторма к пиратам. И шли как раз в Корфу тогда. А нас выбросила, нашу святую Викторию выбросила... Ты столько много говоришь, что у меня прям... Ну это интересно, это же должно быть интересно всем людям. Ну на самом деле, вот это вот, понимаете, символы. А мы действительно люди ходят, потому что тотальное невежество. Тотальное. Люди... Вот голос. Что такое голос? Это же благодать, это дар Божий. Голос будет в человеке гены. А мы слышим хорошие голоса? А пение? Мы не слышим хорошие голоса, наполненные духом. И это нас усыпляет. Посмотрите, фонетика русская ушла. Вообще ушла из пения. Мы вот те исполнители, которые тут есть, вот эти сейчас блогеры, тиктокеры, это сейчас много артистов, легенды всякие. Вот это... Это же просто... Мы слушали молитву в храме, да? Как поют монахи те же, как материнскую колыбельную песню. Это всё сакральное. Это всё сакральное, что у нашего народа выгребают, забирают и закидывают какими-то фантиками, каким-то навозом. Тут есть такая проблема, на мой взгляд. С одной стороны, выгребают, закидывают. С другой стороны, сам народ тоже, если честно, так сказать, проявляет такую теплоохладность. Это в лучшем случае. Ну да, потому что они не понимают, куда... За три копейки вообще не глядя. Они, многие люди привыкли к слову вот это комфорт, которые... Потреблять. Да. Потреблять. Обительство. Любят потреблять. Потреблять. Да, совершенно верно. Но ведь, вот Вика говорит про молитву, а что такое? Это прославление Господа, прославление духа жизни. Духа жизни. Жизни, да, которая вот она в генах и начинает работать. Мы встречаем с мёртвым, цифра это мёртвая. Мёртвое не может родить живое. Никогда. То есть мы сейчас видим, как мир делает новую религию мёртвую. Как из людей делают лакированные гробы, набитые червями. Ну, если так цитировать. Меня, Виктория Юрьевна, поразила, как в одном из интервью вы сказали, что разделяете понятие профессии и шоу-бизнеса. То есть для 21 века это звучит просто как логическое противоречие. Да, профессия артиста, певицы и шоу-бизнес. Ну, я даже в детстве не понимала. Я думала, вот добрый человек, говорят, да, про человека. Там вот про ветеранов тоже говорили. Ну, такой старик. Они же никогда про войну не рассказывают. Дед мой там Жуков ничего не говорил. Ну, что он добрый? Он же не какой-нибудь там ни депутат, ни начальник, ни председатель колхоза. А депутат добрый? Ну, это детское такое было восприятие. Ну, что же навязывалось? То есть человек такой вот известный, статусный, там, знаменитый. А вот эта доброта в сердце как раз вот русских солдатов это видно. Вот мы сейчас, когда были на передовой, стоят простые мужики. Он говорит, деду распишись. Я говорю, какой ты дед? Он говорит, да мне же 60 будет. Я говорю, так и мне будет. Я говорю, ну, давай как бабка распишусь тебе. Они говорят, дед наш там, ты понял? Смешно. И они же, вот они же настоящие. Конечно, настоящие. И трудно вот это разбудить. Но мне кажется, русского человека надо вот отогреть. Надо как-то согреть еще, понимаешь? И воспламенить. Потому что просто так жить и жизнь свою за что-то отдать, это тоже, знаешь, не каждый не пойдет. А вот сейчас... Да, это и самое страшное. А вот сейчас самое важное сказать. Ведь Достоевский был прав. Русский человек без веры дрений. Ну, вот классика нам помощь. Мы сейчас видим ту историю, и же Господь показывает. Уходит оттуда вера, уходит оттуда любовь, ожесточенность. Это надо как в Израиле, да. Если ты веришь, да, вот там, если иудей, то все, ты израильтянин, ты еврей. И у нас, если ты не веришь, ты не русский, значит. Это дух. Русский, вот что такое? Это Пушкин, Лермонтов, хорошие же... Все по 2-3 процента русской крови имели. Так, просто... Хорошие же у нас... Да, но Пушкин побольше с Лермонтовой. Ну, можно, да. Ну, можно, да. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Это о чем? Это дух. Это прилагательное приложение к земле и духу. Мы объединяем землю, культуру, веру. И с нами сейчас вот хорошо, что братья-мусульмане поднимают знамя свое против сатанизма. Вот здесь под нашими знамены. Просвещать надо людей как можно больше просвещать. И они должны видеть таких людей все-таки. Под знаменем Иисуса Христа и Са мы ее объединяемся. Насчет просвещения. Вот важная часть просвещения, особенно в сегодняшнем москультовом мире, это музыка. Вы уже начали об этом говорить по поводу музыки, да? Что с этим делать? Меня это реально волнует, потому что музыкальная среда сегодня играет роль, ну, может быть, даже гораздо большую, чем, может, она играла, условно говоря, какое-то время назад. Потому что технологии ее, ну, как бы, музыка везде. Там, вы заходите сюда, музыка играет, сюда, так сказать, а эта музыка формирует фактически сознание, она формирует меры ощущения. Что с этим делать? Потому что, как вы правильно сказали, на самом деле, ни от народной музыки, ни даже от околонародной практически уже ничего не остается. Ну, да, корнеол. Я просто знаю, что вы вот за эфиром рассказывали о каких-то своих экспериментов. Вначале, конечно, было слово. С этим надо согласиться. Я, например, работаю только вот от слова отталкивать. Но то, что славит Господа Бога, это вот здесь я с Викой мы всегда стараемся, чтобы слово Бог всегда звучало. В той или истории, или в другой. Именем Христа нас ведет звезда краешком, земли к любви. 30 лет песни. Но при этом мы точно понимаем, что с музыкой надо работать. Поэтому мы 4 года провели в Италии с одним из лучшим композитором. Мирового уровня человека. У него 12 платиновых дисков, фиут за ноти. Мы приехали с ним, после этого их Захарченко поехали и в Крым показать, что это Россия. Что случилось? Вот Вика сейчас расскажет, как с батюшкой там дальше. Но мне был интересен принцип построения, чтобы музыка проходила в сердце человека. И мы работали с лучшими аржировщиками, лучшими студиями. И сегодня классика нам в помощь. Мы взяли просто классические произведения Вагнера, Чайковского, Мусорского. И все, и музыка. Сотни миллионов просмотров у нас. Сотни миллионов.